Давайте посмотрим на лица типажа «трепетный» или «романтика-драматика». Во-первых, мы понимаем, что этот типаж появляется из смешения очень отличных друг от друга типажей. Так, ссылка на урок с двумя моделями сюда. Ну, знаете как, не смогла ее найти. Так, сейчас попробую. Я вам дам ссылку на плейлист. Это плейлист называется «Открытые уроки Академии». И третий открытый урок как раз посвящен этой теме. Третий открытый урок. Да, все верно. Так, про двух моделей. Как же так? Сравнение двух. Сначала начинается вводная часть про книгу, два слова. Про книгу «Чистое лето», а потом уже переходит до двух моделей. Так что, наверное, скорее всего, вы не досмотрели, а открыли и сразу закрыли. Так, скажите, а угольность подбородка всегда указывает на гамина. А вот фраза «угольность подбородка», она что за собой подразумевает? Потому что тоже, смотрите, слово «угольность», оно нас связывает с двумя типажами. С драматиком, с гамином. То есть, если понимать эту фразу как угольная линия в подбородке, это один расклад. Более того, напомню вам, что натурал имеет смягченную геометричную линию. То есть, он тоже не является каким-то абсолютно мягким, белым и пушистым, как романтик. Нет, там такой бархатности нет. Там скорее смягченная геометрия похожа на линию крупных валунов. Это вот камни, которые, да, ну, крупные камни. Если, допустим, они где-то на побережье находятся, вода их немножко обтачивает. И вот появляется такой эффект, как будто какая-то геометричная структура, но в целом со смягченными углами. Вот поэтому натурал тоже не всегда производит впечатление такого прямо, знаете, мягкого-мягкого. Нет, скорее такая вот масштабная смягченная геометрия. Треугольный, опять-таки, треугольный бывает. Вот смотрите, вот на этот подбородок, если вы посмотрите, он может показаться треугольным? Потому что тоже самое худшее – это обсуждение на словах вот этой темы. Потому что при слове треугольный у одной девушки возникнет просто вот такая ассоциация, вот такой вот подбородок. А у другой обязательно, что это острый угол и так далее. Поэтому я бы такие вопросы обсуждала лучше на моделях. Иначе мы с вами либо вы дождетесь от меня какой-то общей фразы, и он превратится в шаблон и так далее. Поэтому смотрите как. Из того, что мы знаем, очень естественно ассоциировать это с гамином. Но когда речь пойдет о конкретном подбородке, нужно смотреть все равно на человека, как будто вы видите его в первый раз, в первый раз его сопоставляете с типажами. Может быть по конкретно острому подбородку сложно представить, что соединились какие-то черты других типажей, и у нас родился острый подбородок. Но в целом ситуация достаточно типичная, когда в результате смешения двух или трех типажей, или четырех, как мы знаем, могут появиться черты, похожие на присутствие другого типажа. Поэтому я за то, чтобы как можно меньше вы запоминали вот таких вот шаблонов. Что если вот то, то обязательно вот это, если вот это, то обязательно то. И на лицо лучше смотреть целиком вместе. Поэтому если будет подходящая модель, вот допустим будем разбирать, и будет как раз такой подбородок Мария, который вы имеете ввиду, прям смело вспоминайте об этом и говорите, вот да, вот я об этом, и тогда нам всем будет понятно. То есть мы будем говорить и в голове представлять одну и ту же картинку. И результат будет, конечно же, гораздо качественнее. Хорошо. Так что при случае вернемся к этой теме. И давайте посмотрим на особенности черт лица нашего замечательного типажа от репетли. Стоит сказать следующее. У нас соединяются очень разные типажи. Мы помним, драматическое лицо, оно вытянутое, собранное к середине. То есть есть ощущение, что как будто его вытянули в длину и собрали к центру черты лица. Что касается романтика, мы помним, что лицо достаточно широкое. Нет ощущения вытянутое, то есть скорее оно, ну как сказать, в ширину достаточно такое плотное, с широкими скулами, более-менее сглаженным подбородком. И чертами лица, очень деликатными, аккуратными, собранными в центре. Что в результате у нас может получиться? В результате рождаются лица очень разные. И даже здесь можно увидеть совершенно разный эффект. То есть, допустим, центральное лицо, мы очень четко видим присутствие драматической вытянутой. То есть, вот этой собранности черт лица к середине. В то же время, если вы обратили внимание, есть и присутствие романтика. В чем оно проявляется в лице, которое расположено в центре. Как вы считаете? Глаза, а что с глазами, губы, нос? Не понимаю, девушки. Вот это не комментарий профессионалов. Простите уж за строгость такую. Что именно? Более мягкие линии, спасибо, Мария. Деликатные черты, да? То есть, мы видим, как линии, которые у драматика обычно четкие и какие-то более рубленные, более геометричные, да? Они стали более мягкими, более деликатными, смягченными. Носик притупился. Губки, скажем так, стали более мягкими, более деликатными. Брови стали скругленными. То есть, с таким вот сглаженность, мягкость появилась. То есть, смотрите, здесь ситуация такая, да? Что за основу взята модель лица драматика, и она смягчена. Другая ситуация. Если мы можем посмотреть, да? Можем зайти в этот диапазон с любой стороны. Можем найти лицо наиболее романтическое. Допустим, здесь какое-то из них. С широкими скулами, сглаженной подбородкой. И можем увидеть, как изначально романтическая форма лица наполняется какими-то более, допустим, геометрическими, как у первой и пятой модели, да? Более прямые брови, более длинный нос, более широкий рот и так далее. То есть, черты изначально драматические становятся более крупными и геометричными. И вариаций вот таких вот, которые возникают при смешении и драматика, и романтика, много. То есть, мы можем увидеть, как в каждом из этих случаев, да? Вот здесь взяли от драматика вот это, от романтика вот это. Здесь взяли от романтика это, от драматика это. В результате получается бесконечное количество лиц, да? И мы сейчас еще на вот этих посмотрим, посмотрим на этих фотороботах. Также обратите внимание, да? Вот есть блондинка с вытянутым лицом. И мы понимаем, что это снова взята от драматического лица, более вытянутого. Но даже драматические, вот видите, вот это более вытянутый, вот это с глаженным подбородком, уже воспринимается более коротким. Также и есть те лица, которые взяты от романтического. К ним может прибавиться, допустим, к широкому лицу еще и драматический подбородок. Да, вот здесь, допустим, смотрите, какое интересное лицо, да? С одной стороны, немножко смягчились скулы и вытянутся часть с подбородка. Также хочу вас спросить, смотрите, если у нас романтик и драматик представляют такие крайности между собой, может у нас появиться лицо, которое вообще будет посередине? То есть, которое возьмет некую среднюю точку, да, сбалансированную. Не будет таким широким, как у романтика, не будет таким вытянутым, как у драматика. Конечно, может. И нам нужно понимать, что вот весь этот диапазон возможен. Точно так же, вот здесь мы можем на нижних посмотреть, здесь есть прям более сплющенные, а есть такой какой-то более сбалансированный вариант. Точно так же, как и вытянутые лица, есть более сглаженным подбородком. Ну, вот даже вот эти два лица, сейчас я их постараюсь выделить, да? Они тоже уже стремятся к балансу между вытянутостью, драматической и широтой романтики. Поэтому стоит подразумевать, что то, что предложила нам Ларсен в качестве пяти рисунков, это пять примеров, взятых из вот этой большой бесконечности. И это было бы странно, если бы у нас были только вот такие пять вариантов лиц. Поэтому самое главное, это научиться не просто примерять вот конкретно к этим пяти лицам, а разобрать лицо и понять, что откуда могло прийти. И самое интересное, о чём мы ещё не раз будем говорить, как вы думаете? Вот если заглядывать уже в типологию Ларсен-Маменка, у нас будет такая тема, как доминанта лица. Так вот, доминанта лица может быть чистая, может быть смешанная. И я хочу спросить о следующем, да? Что проще вычленить, да, и увидеть? Это чистую доминанту. То есть, когда человек отчётливо похож, допустим, в лице на драматика или на романтик. Или когда доминанта смешанная, чистую проще. И действительно с такими и лицами, и с такими фигурами проще всего. Потому что ты смотришь, вот она ростом 175 сантиметров, вот они длинные руки, длинные ноги. И действительно прям драматическая фигура. Вот ты смотришь на это длинное лицо, и ты понимаешь, что там в любом случае есть драматик. Там что-то внесено, кто там второй типаж, разберёмся. Но отчётливо присутствует доминанта. Сложнее всего, если происходит смешанная доминанта, потому что, во-первых, человек не похож в большей степени ни на того, ни на другого. Он как бы зависает посередине, черты лица очень часто вообще перемешиваются, и очень сложно вычленить одну доминанту. Поэтому вот это характерная такая вещь, которая очень, ну скажем так, часто, чаще всего вводит в заблуждение. Поэтому протипировать человека со смешанной доминантой в лице и фигуре в десятки раз тяжелее, чем когда доминанта отчётливо видна. Здесь ему и рекомендации легче давать, здесь ему и вообще с ним легче. А вот если пришёл смешанная, там очень легко куда-то заблудиться и уйти куда-то в сторону. Так, что ещё ценного здесь можем посмотреть? Также мы можем посмотреть на эффекты смешения лиц, смешения черт лица. И здесь могут различные моменты быть связаны ещё и с масштабностью. И мы прекрасно понимаем и видим это здесь на иллюстрации, что деликатное романтическое лицо, мягкое, нежное и вытянутое с крупными чертами, вытянутыми драматическое лицо, очень разнообразно, ну очень различаются друг от друга по масштабности. Посмотрите, длинный рот драматика, маленький рот романтика. Сколько там будет вариантов? Миллион. Да, можно быть длинный рот драматика, но более пухлый, учитывая, да, что у романтика всё-таки мягкие линии рта. Да, наоборот, может быть маленький, но при этом драматический, да, может быть средний, но при этом такой, такой, такой. Точно так же, как это будет с глазами, точно так же, как это будет с бровями, точно так же, как это будет с носом. Может быть, нос останется длинный, но будет слегка притуплённый и смягчённый. Может быть, он останется короткий, но острый и так далее. То есть здесь возможно соединение совершенно разнообразное. И то, что предлагает Ларсон, она показывает вот такие самые крайние точки, такие наглядные примеры, между которыми тоже возможны средние состояния, когда вот глаз и не такой, не такой, но вот где-то между ними. Вот это самое важное, с чем сложнее всего. Если вам повезло и ваша модель очень легко укладывается, фоторобот, примеры, которые вот здесь представлены, вы везунчик, вы стилист-везунчик, вам всё, сразу всё видно. А если вот она чуть-чуть отличается здесь, чуть-чуть там, у вас уже куча вопросов. То ли брать на себя ответственность и всё-таки искать в ней трепетный типаж, то ли искать где-то причины, так сказать, её присутствия других совершенно черт. Вот в этом и будет основная загвоздка и основная сложность работы. Ну, с этим понятно, что мы будем не раз ещё сталкиваться. Что касается фигур, давайте посмотрим. Здесь мы помним о том, что у нас от драматика может прийти фигура с более отчётливым верхом. И вот здесь мы это видим. Вот, допустим, если вот на эту фигуру мы посмотрим, несмотря на более глубокий вот этот размер, да, более такая длинная попа получилась, да, от талии длинна вот до промежности, скажем так, всё равно сама форма бёдер осталась драматической, да. И если мы будем буквальным образом вертикали опускать, мы увидим, что плечи шире. В некоторых случаях будет ситуация, как устроенного романтика, то есть примерно стремиться к балансу. Если это стройная фигура, вряд ли сразу будет очень тяжёлый низ. Потому что мы помним, романтик тоже стремится, да, и мы с вами опускали вертикали, стремиться к равновесию, если мы буквальным образом сопоставляем верхнюю часть и нижнюю часть. Если подряд будем разбирать по составляющим, то плечи могут быть от узких до широких, могут быть средние. Грудная клетка от узкой до средней, широкой уже не будет. Грудь от аккуратной до средней тоже слишком большой, уже не будет. Талия, ну, достаточно выражена всегда, но чуть более, ну, такая вот геометричная, скажем, да, в своей линии. У фигуры с драматической линией бёдер, да. И чуть более плавная, вот как здесь или как здесь. Когда у нас романтическая линия бёдер, тоже, когда вот эта линия более плавная, более объёмная. Соответственно, здесь и грудная клетка тоже поаккуратнее. И так далее. Ну, ноги, соответственно, и пропорции фигуры, да, вот если мы посмотрим, смотрите, есть пропорции фигуры с более длинными конечностями, да. То есть понятно, что они нам во многом будут драматическое присутствие напоминать. Есть пропорции, в которых нету такого эффекта удлинённых конечностей, да. Допустим, вторая, пятая фигура. И это, кстати, не обязательно должно зависеть только от роста. Будет во многом зависеть от положения талии. Ну, посмотрим, как наша фигура будет трансформироваться с каждым весом. Помним о том, что первое, что у нас достраивается и полнеет, это нижняя часть бёдер. И она здесь у нас однозначно двигается в ширину, да, в объём. И только здесь ещё чуть-чуть в догонку появляется, ну, появляется ещё добавка от груди. И, в общем, достаточно аппетитные фигурки получаются, да. Разница от чистого романтика в том, что всё-таки и плечи, и грудная клетка здесь чуть-чуть пошире могут быть, да. Но в целом, не исключаем того момента, что может быть соединена, допустим, верхняя часть от романтика, да. Нижняя часть может идти от драматика. То есть, в фигуре это может быть, ну, как сказать, соединена фигура совершенно разным образом. Так, а романтик-драматик не может полнеет равномерно, всегда проявляется. Давайте вспоминать, Оленька, а как у нас полнеет драматик? Про р-полноту я поняла, что вы помните. А вот драматик как полнеет? Тоже полнеет снизу. В первую очередь идёт нижняя часть, потом ещё дополняется, ну, уже при большом весе груди. Поэтому речь идёт не о том, что романтик-драматик всегда полнеет как R. Речь идёт о том, что и драматическая, и романтическая полнота дают утяжеление нижней части. И здесь они прекрасным образом совпадают. Поэтому в конечном итоге давайте разберём следующий диапазон. Если нам встречается романтик-драматик, какие варианты фигур, я в скобках имею в виду, совершенно при разной полноте мы можем встретить? Вопрос вам. Да, Оленька, равномерно у нас полнеет гамин. Гамин-драматик в нижней части. Итак, прошу вас перечислить, какие формы фигур мы встречали прямо с вами, начиная от самых стройных и заканчивая полными. Давайте я упрощу задачу. А, вот уже есть ответ. Сбалансированные плечи и бёдра с выраженной талией, аккуратной грудью. Песочные часы, груша. Груша сбалансированная с центром тяжи внизу. Узкая грудная клетка, полные бёдра. Яблоко. Яблоко точно? Если то яблоко, которое я себе представляю, давайте лучше на той терминологии, которая нам знакома, то там обычно как-то стали и не очень. Так, бёдра тяжелее. Ну вот смотрите, давайте я обобщу то, что я хотела сказать. Если мы будем опускать, не яблоко, да. Так, если мы будем опускать вертикали вот здесь, ой, секундочку, надо прямую ледину взять. Если будем опускать вертикаль вот здесь, кто победит? Плечи или бёдра? Плечи. Потом мы с вами говорили о том, что изначально может быть и баланс, или баланс, или чуть-чуть плечи шире, если по драматику ближе. Потом эти вещи могут встретиться в уравновешенном формате, да. То есть, когда мы как раз-таки приходим к балансу. И также могут встретиться уже ситуации, когда у нас потихонечку, да, ну вот здесь ещё практически нет, но потихонечку бёдра начинают выходить на, так сказать, свободу, да. Но зрительно стройная фигура, да. Но я вот для тех девчонок, потому что есть те, кто хочет всё-таки каких-то вот, ну вот давайте всё-таки возьмём и там взвесим, измерим. Вот если мы будем буквальным образом вертикали опускать, то мы можем получить совершенно разные эффекты при разном весе, да. Если в стройном состоянии вот так и так, то чем большая полнота, а она у нас будет сосредотачиваться внизу, тем, конечно, центр тяжести будет опускаться туда. При том, что в целом за счёт достаточно либо средних, либо прямых, в редких случаях, да, могут также встретиться и покаты, и романтические плечи. Вот здесь, в данном случае, вот здесь вот эффект покатости у первой модели у нашей есть. Но сами плечи не кажутся маленькими, скорее где-то ближе к средним, да. Но могли получиться и романтические плечи. Соответственно, это будет эффект, когда отчётливо центр тяжести упадёт вниз. В целом понятно диапазон проявления в фигуре. Поставьте плюсик, если да. Двинемся тогда дальше. Очень хорошо, что мы вот в эти детали, в эти нюансы с вами всматриваемся. Потому что, видите, картинки, они даже, несмотря на то, что рядом нарисовано, они ведь разные, да. И разные и по форме бёдер, да. Вот здесь более, так сказать, такое гладкое бедро, вот здесь закругление в этой части, а здесь утяжеление ниже, да. Очень необычно, очень интересно. Мария, присоединяйтесь, рада вас видеть. Давайте посмотрим на наших красавиц. Да, это варианты Ларсон. И в данном случае хочу обратить ваше внимание на, например, на модель, которая находится вот здесь посередине. Кто в первую очередь узнаётся в лице? Удивительно, но факты, да. Вот здесь доминанта очень хорошо видна. Да, слегка вытянута. Есть небольшой эффект влияния драматика, безусловно. Здесь есть влияние второго типажа, но первый настолько отчётлив. Настолько вот этой мягкости, нежности, деликатности и плавных линий, и формы лица всего, что в первую очередь, конечно, вспоминаешь о романтике. А вот теперь на фигуру посмотрите. А фигура откуда в первую очередь берёт свою точку отсчёта? Однозначно, да? То есть мы видим, что у нас длинные конечности. Мы видим, ну, здесь можно только угадывать линию бедра, но тем не менее мы видим, да? Чуть более узкая грудная клетка, возможно, также от романтика и так далее. То есть вот такое соединение типажей. А если мы посмотрим на лица других моделей, то уже можем сказать, что в чертах лица, да, малюсенькая голова, кстати, тоже привет от романтика передаёт. Если посмотрим на другие примеры, то здесь увидим, что уже даже в чертах есть угольность присутствует, да, есть некое смешение и присутствие, допустим, где-то и деликатности, и угольности, и вот остроты в форме носа в том числе, да. То есть уже так однозначно сложно эти лица, первое и третье, отнести к одной доминанте, да, сказать, что вот здесь стопроцентно на первом плане виден романтик или стопроцентно на первом плане виден драматик. И таких версий и примеров будет очень много, версий соединения. Ну, по поводу фигуры здесь можно ещё фантазировать, потому что не вся одежда позволяет нам оценить, но у нас зато есть те рисунки, которые связаны с фигурой. Ну что ж, с романтиком, драматиком, пожалуй, всё. Если у вас вопросы, пишите, если нет, ставим плюсик и двигаемся дальше. Могут ли быть у драматика-романтика пухлые губы? Давайте смотреть следующим образом. Если у нас пришла форма от романтика, да, но мы более крупного масштаба встретили, то есть более крупные губы романтика могут показаться, ну, в чём-то похожими на натуральные, но они, конечно, будут более сглажены, менее такие вот, ну, скажем. Ну, представьте, да, вот если этот маленький рот будет чуть крупнее, могут быть похожими, но натуральными выглядеть они не будут. Может ли романтик-троматик быть ниже ростом около 162, а скоро у вас будет таблица? Так что там, в любом случае, я могу сказать, что смешанные типажи обычно попадают в диапазон роста всех крайних точек чистых, поэтому 162 может встретиться. То есть 165 вероятнее, но всегда плюс-минус 2-3 сантиметра мы закладываем, поэтому вполне себе возможно. точно так же, как и романтик в этом росте может встретиться. Так, ну, насчёт губ я ответила, да? Встречаются губы, когда они более длинные и чуть более полные. Допустим, такой эффект более длинных губ, но, так сказать, романтических. Ну, они, конечно, чуть поскромнее, чем натуральные смотрятся. Не пойму, откуда веет натуралом на примере лиц. Очень хорошо, прекрасный вопрос. Давайте разберём. Смотрите, чем отличаются, что общее у нас в натуральных лицах романтических? Кто мне подскажет? Совершенно верно, да? А вот теперь представьте, что к широте романтической, да, что может добавиться? Во-первых, крупная масштабность, во-вторых, может добавиться удлинённый подбородок, и тогда у нас может появиться ещё и помимо широких скул, да, ещё и подбородок утяжелённый. Плавные черты лица рядом с крупной масштабностью могут превратиться в более крупные, да? И у нас плавная такая деликатная плавность может оказаться крупной плавностью. И здесь мы начинаем уже конкурировать с натуралом, потому что крупная плавность изначально у чистого натурала, да? А здесь мы за счёт смешения вот этой плавности деликатной, романтической и крупной масштабности драматика можем получить похожий эффект. И очень часто происходят вот такие, например, путают романтика-драматика и натурал-драматика. В некоторых случаях вообще только фоны помогают вот эту вытащить истину, потому что сразу идёт либо реакция на грубый фактурный, вот такой вот натуральный фон, и лицо раскрывается, либо наоборот, эта мягкость, деликатность и плавность, акварельность, она выдвигает эти черты лица. А в целом оно может быть вот более, не только более широким, представляете, но и более вытянутым получается в целом. Достаточно такой вот, очень даже вещами проверяется, вещами сложнее всего проверять, потому что вещь всегда содержит очень много элементов. Если вы прикладываете вещь, вы думаете, что вы только смотрите, допустим, на принт или на линию воротника, а работает всё в этой вещи. И поэтому получается очень грязная проверка, нечистая. Вы себе фантазировали, что среагировали на это, а сработала ещё линия воротника, цвет, фактура и так далее. Поэтому это можно использовать как дополнительные какие-то примеры, но никак не способ теста. Иначе можно вот так вот, допустим, заблудиться, самим себя запутать. Ну что, есть ли ещё вопросы? То, что вы обратили внимание, это очень хорошо. Действительно, вот этот эффект присутствия какой-то натуральности. Кстати, посмотрите на пухлые губы. Вот эти губы достаточно пухлые, чтобы их так назвать? Вот эти губы. Это как раз то, что я описывала, да? Но вот теперь мы видим на примерах. И вдруг кто-то посмотрит, скажет, о, пухлые губы, широкие скулы, натурал. И всё. Ещё пропало, шеф. Шучу. При этом вытянутый. То есть всё равно можно увидеть какую-то вот, но схожесть. Если взгляд очень беглый, если взгляд вот такой вот, мы случайно как бы пробежались по верхам, можно 100% легко уйти куда-то в неизвестном направлении. Так что очень хороший вопрос.